История Андрея Чикатило, самого знаменитого серийного убийцы в нашей стране, вызывает ужас, отвращение, годливость, что угодно, только нежелание защищать его. Петен, Лаваль, Бразильяк и другие коллаборационисты считали, что их преступные действия шли на благо Франции. Ирландские террористы думали, что их выступление приблизит независимость Ирландии. Это не отменяет того, что и те, и другие совершали преступления, но, по крайней мере, дает возможность видеть в них людей, отвратительных или просто запутавшихся, выбравших неверные способы борьбы, но людей. В случае с Чикатило перед нами абсолютное зло, жуткое, страшное, ничем не искупаемое. И зло невероятное по своим масштабам. Сексуальных насильников и маньяков, к сожалению, много по всему миру, но Чикатило действовал с кошмарной жестокостью в течение как минимум 12 лет. И кто знает, может быть, среди его преступлений были и те следов, которых следствие не нашло. Чикатило прекрасно учился в школе и поэтому надеялся, что сможет получить высшее образование в Москве. В 1954 году он пытался поступить на юридический факультет МГУ, но потерпел неудачу. Окончил техническое училище, потом электротехнический институт, работал инженером. В то же время его тянуло к гуманитарным занятиям, и вскоре он стал публиковаться в газетах Ростовской области, где прошла большая часть его жизни. В статье и заметок будущий убийца написал огромное количество, в основном на тему патриотического воспитания, трудовых достижений, спортивных успехов, одобрения советским народом политики партии. Техническая работа устраивала его все меньше, он хотел учиться и заочно окончил филологический факультет Ростовского университета, а потом еще и университет марксизма-ленинизма. Партийное образование, которое для многих было тяжелым, вынужденным временем, его, кажется, не угнетало наоборот. Он интересовался политикой, вступил в партию и постоянно проявлял общественно-политическую активность. Дальше карьера Чикатило складывалась очень причудливо. Какое-то время он даже преподавал русский язык и литературу в Новошахтинской школе-интернате, но здесь его уличили в том, что он приставал к ученицам и выгнали. После этого он еще некоторое время подвязался на педагогическом поприще, даже был воспитателем в ПТУ, а затем полностью сменил профиль. То ли потому, что в каждом учебном заведении вокруг него возникали большие или маленькие скандалы, то ли пытался отдалиться от вызывавших у него невероятное возбуждение детей, а может быть, наоборот, нашел работу, позволявшую ему много ездить по области и знакомиться в электричках, на вокзалах и автобусных станциях с будущими жертвами. Чикатило стал снабженцем и дальше, вплоть до ареста, занимался выбиванием дефицитных материалов и необходимых запчастей. Продолжение следует...